В федеральных СМИ появилась информация, что на Шамана Габышева могут возбудить уголовное дело об организации экстремистского сообщества. В официальном ответе местного МВД таких данных нет. Там подтвердили, что Саню Шамана вышлет в Якутск. Оказывается, он успел творить дел у себя на родине. На 202-м километре федеральной трассы М-53 Байкал сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина, 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории республики Саха, Якутия. Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий. Меж тем, сегодня в Бурятии обсуждают загадочную фразу, которую на своей странице в фейсбуке опубликовал глава Бурятии Алексей Циденов. По-моему, всем нам надо немного притормозить. Как пояснил пресс-секретарь главы Алексей Фишев, подобные мысли у Алексея Циденова логично сложили в свете последних волнений в республике и задержаниями участников несанкционированного митинга. После посещения Алексеем Циденовым митинга в парке юбилейной была поставлена точка в послевыборном противостоянии. Подавляющее большинство жителей Бурятии поддержали призыв главы к конструктивному диалогу и, главное, взаимоуважению. Решения всех без исключения должны быть взвешенными, выверенными и в итоге не должны приводить к росту напряжения в обществе. Нам всем сейчас надо остановиться и успокоиться, услышать друг друга, сделать выводы и идти дальше всем вместе. Как нам стало известно, к миру и согласию призовут и лидеры всех конфессий республики. Свои обращения готовят митрополит Савати, лидер буддистов Домба Ай-Шеев и глава мусульманского общества Бурятии. Левкин Дармаева, Мария Латышева, Новости дня.